Я через неделю встречаться буду с группой аргентинских товарищей, которые вот-вот приехали с Аргентины. Позадаю им кое-какие вопросы, может быть что-нибудь проясню. Вот хотел спросить, вот вы были в Аргентине, да? Вы ходили же по их музеям, там вот этим достопримечательностям? Конечно, я не один раз был, я вообще туда частенько езжу. В принципе скажу, что Аргентин для меня место работы фактически. А не было, например, вот как название, например, наше, оно задом наперед или замазанное сверху, видно, что слой другое название? Нет, я такого нет, но вообще что интересно, что да, что у них на севере, на севере, ой, тьфу, не на севере, да, на севере Аргентины, на севере Аргентины есть очень много названий, напоминающих наши ругательные слова, вот прям реально матом прям и даже вот в этом, скажу, название улиц. И, предположим, когда там, то там они как бы как есть, так и пишут. Вот, соответственно, мы всегда ржем очень сильно, когда там находимся. Вот, я даже читал, что даже есть такая гипотеза, что якобы там работали наши русские какие-то то ли заключенные, то ли работяги, и они просто сказать, в хохму, назвали именно нашими ругательными словами их там какие-то населенные пункты, а те так не знали, что это обозначают, поэтому так и оставили что-то из этой серии. И еще я знаю, что там есть на севере у них, как мне говорили, некоторые провинции, которые прям так и называются, что это провинция из Дель Руссо, и у них вообще слово Руссо, ну именно русский, используются часто в каких-то названиях, и что там даже есть где-то, где мэр города русский. Ну, правда, он по-русски не говорит, но он из какой-то там волны эмиграции, там где-то сто лет назад. То есть это есть, это я видел. И вот смотрите, вы говорите, вот плата это серебро по... Да, по-испански. По-испански. А вам ничего напоминает? А плата, плата, оплата. Серебром рассчитывались. Ну, я так думаю, что оплата, да, наверное, там так и есть, наверное, слово. Язык-то общий. Да, и вообще там есть некоторые языковые. Я в принципе на многих языках, ну, я свободно говорю по-английски, более-менее говорю по-испански. Ну и в принципе много когда ездил, я старался в некоторых местах тоже учить языки. И скажу, что в общем-то лингвистически во многих языках есть пересечки, и причем со славянскими языками и с русским в том числе тоже чувствуется. Вот. Я помню, мне понравилось в Швеции. Там кто-то сказал, там помню, какое-то слово мне пытались объяснить, и говорит, ну вот это слово точно сложное. Они там еще по-шведски свое говорили. Оно называется адвокат. Это слово адвокат по-шведски тоже адвокат. Вот. Интересно, что в испанском языке, я вот читал, когда английско-испанский разговорник, ну, учебник, и там было написано так, что, а вот этот звук будет очень сложным для вас, но это для англоязычных говорили. И они говорили про звук Ре, Ре, что как звук Ре произносить. Вот. Дело в том, что по-испански довольно легко говорить русским, потому что там почти нет никаких сложных артикуляций для нас. А вот в англичанам звук Ре дается очень тяжело. Вот. Но вообще я скажу, что испанский язык простой для изучения русскому человеку. Сама логика очень понятная. И много заимствованных слов или каких-то таких способов выражения, построения предложений очень так близко к русскому языку. Намного проще, чем английский, например. Вот. Ну и ругательные слова, я говорю, использование названий некоторых городов на севере – это да. Ну вот провинция такая известная, она называется провинция Хухуй. Вот. И именем ее названы еще несколько улиц в Бонес-Айресе. И в некоторых вообще там прям, ну, прямиком русские матерные слова прям используются. Я вообще даже не знаю. Они не парят с по этому поводу. Вот. Вот это точно есть. Вот смотрите. Аргентина в своем преимуществе территория как бы чернозем. Да? Да, да. Там, особенно на севере, там где вот виноградники, там очень урожайность большая, да. А в Бразилии это плоскогорье. Ну я в Бразилии, к сожалению, не был, мне трудно судить. У меня знакомых много из Бразилии. Но они там, да, они менее сельскохозяйственно ориентированы, чем Аргентина. Просто если наши, как говорится, предки были более развиты, они, конечно же, выбирали получше землю, если по логике вещей. Значит, и шла война за территорию своего рода. То есть мы как бы предположили, что там где чернозем, там постоянно идут какие-то очень сильные бои, войны именно вот за эту территорию. Ну, в Аргентине было даже по официальным меркам две очень сильные войны, каждая из которых была по кровопролитию не хуже, чем Вторая мировая война. Причем эта война была раньше, чем Вторая мировая война в Европе. Вот. В начале 19 века по официальным меркам это типа как войны за независимость, которые они приобрели непонятно, правда, от кого. Вот. И Вторая война была в середине 19 века. Это вот война с Бразилией. Вот. Очень много людей там у них погибло. И в честь этого очень много монументов в самом городе стоит и в названиях улиц. Какие-то даты вечно озвученные, ну и слово на тот или иной лад про независимость. То есть вот самая широкая улица, она называется Авенида Ноев де Хулио. Это 9 июля. 9 июля это день подписания независимости. И вторая, по ширине улица, называется Индепенденция. Тоже Авенида Индепенденция, что тоже означает независимость. И дальше всевозможные даты, которые там связаны с их войнами. За независимость или еще за что-то в таком духе. Ведь что касается официальных. Но по поводу войн я уже много раз говорил, чтобы объяснить, почему нас так мало какому-нибудь народу или национальности. Нужно сообщить, что была война, сказать, что у вас было когда-то очень много. Но из-за того, что кто-то на вас напал, вас стало из-за этого мало. Поэтому я думаю, что та их официальная история, она, скажем так, война была, но она не имела отношения к тем, кто сейчас там живет. Возможно. Я тоже так думаю, что там, скорее всего, что-то было, но не имела отношения к тем, что сейчас живет. Но я тогда помнишь, говорил тогда про Аргентину, что непонятно, кто построил им эти города. Потому что города по объему строительства с сумасшедшими технологиями поражают и объемом. А жители, которые там сейчас живут и по официальной истории мигранты не имели таких технологических возможностей для таких строительств. Скорее всего, это была война как раз той цивилизации, еще предыдущей. Ну вот когда еще там даже вот на канале TM Studio там Юрий показывает эти города американские, которые тоже якобы сгорели, а на самом деле погибли от какого-то вида оружия. И вот я думаю, что это было что-то вот все эти конфликты так называемые, они как-то, видимо, общую имеют историю. Что-то это, видимо, об одном и том же событии. Вот и эти аргентинские войны, и эти уничтоженные города в Америке, я думаю, что это все одного порядка события. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. Олаф Янсен, из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санник» также достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Бёрн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Адмирал Бёрн. Санноту фиаско у этих берегов. Новый год. Продолжение следует...